Всем привет, друзья, с вами Вечерний Морис, и сегодня у нас уникальный гость Игорь Войтенко. Сань, ты чего опять тут? Да слушай, мне Игорь просто позвонил, говорит, давай сегодня придешь ты за меня. А, ну ладно, блин, с тобой поговорим тогда. Всем привет, друзья, возможно у многих назрел вопрос, почему Игорь Войтенко с каналом 700, почти 800 тысяч подписчиков пиарит Шреддера из Пасуку Коскова, у которых там по 20 тысяч просмотров. Сегодня мы в этом разберемся, и у нас сегодня гость Санек. К сожалению, не Игорь пришел сегодня. Итак, как известно, Игорь Спасуку Коски и Шреддер будут жать заново, опять. А почему это они делают? Потому что, как Игорь сам сказал, посеяно зерно сомнения в умы людей, и многие люди все равно не верят, и они пережмут уже со Столяровым это все, и уже, так, железнобетонно уже все решится. И первый факт, почему они это делают, это респект. Респект от подписчиков, респект от всех людей, которые вообще говорили, что Игорь не сможет пожать, а он смог. Это, конечно же, является большим-большим респектом, потому что он ответил за свое слово, мужики отвечают всегда за свои слова, и это в его копилочку. Респект от вас. Да, вторая причина, почему же он все это делает, это потому что, тем не менее, даже у ребят с маленькими каналами есть какая-то аудитория, которая еще не является подписчиками Игоря Вайтенко. Тем самым, записывая с ними видео, может быть, эта часть увидит, что Игорь делает все очень классно и подпишется на его канал. Ну и тем более уже разрослась такая, такой кипиш вокруг вообще всего интернета. Уже было бы некрасиво, наверное. Да, да, да. И тем более уже не только там подписчики Вайтенко, не только подписчики Спасу Кукоцкого и Шреддера знают об этой зарубе, но уже все, мне кажется, весь интернет спортивный, да? Да, даже, наверное, всякие увидели. Да, и поэтому такой кипиш создается, и куча подписчиков подержит к Вайтенко, потому что он, естественно, доказал всем, что он красавчик, а Шреддеры и Спасу Кукоцкий, наоборот, сдуются, и у них канал пойдет на дно. Мне кажется, так. Но даже если учесть, что когда была заруба, вокруг ходило, те, кто смотрели в онлайне, наверное, видели, во время еще первой зарубы, вокруг ходили всякие там староидные, разные ребята с бодиманией. То есть, тем не менее, те подписчики, которые не были до этого и вообще не были в курсе, кто такой Игорь Вайтенко, после того, как он показался настоящим мужиком, я думаю, он пренепременно подпишется на его канал. Короче, все идет в его пользу. Следующая, естественно, это такая уже материальная часть идет, это зарабатывание денег и также способ, короче, продать программы тренировок. Да, потому что, наверное, вы многие знаете, что у Игоря есть такая программа, которая называется «Воин Спарта» для тренировок дома, и он показал, что она действительно работает. И если вы будете ее покупать, как бы использовать, у вас результаты попрут вверх. Поэтому маленькая такая реклама в сторону Игоря. Ну, заслужил. Да, заслужил. Если хотите покупать программу, возможно, вы станете таким же супергероем, а возможно, нет. Но это от вас зависит, конечно. Кто хорошо работает, тот всегда будет добиваться успехов, правда? Да, конечно. Тут не важно, какая программа, если ты делаешь действительно со страстью, ты будешь добиваться результатов. Конечно. В общем, и, наверное, последняя и очень важная часть для Игоря – это преуспеть и не упасть в глазах его подписчиков. Потому что после того, как прошла первая заруба, на него накинулись Спасу Кукоцкий и Шредер о том, что у него там какая-то жимовая майка, о том, что он счетерил, о том, что он сделал, я посмотрел в последнее видео, даже больше подходов, чем он сделал, когда жал со стеллеролом. То есть, и теперь многие все равно ребята, кто не в состоянии реально подумать и понять, как бы, они могут принять слова Шредера и Спасу Кукоцкого за чистую монету. Поэтому он сделал вторую зарубу, тем самым Игорь докажет реально, что он настоящий мужик. Ну и последнее, пятое, я бы добавил, что у Игоря цель – миллион подписчиков до конца года. Да, да. Вот, и ему весь вот этот кипиш, большое количество подписчиков, ему даст множество преимущества, и он, скорее всего, возможно, наберет миллион. Ну, как минимум, это будет заслужено. Потому что, во-первых, он останется победителем в глазах своих подписчиков, в глазах вообще вот этой фитнес-ютуб-системы. Сферы. Ага, поэтому... Вот, давайте подведем итоги. Первое – это, конечно же, популярность в подписчике. Второе – это же, конечно, материальная часть, деньги с программ тренировок, это определенно, все хотят денежек. Да, плюс аудитория. Да, плюс третья аудитория, новая, естественно, с бодимани, с Шреддера, с Пасу Кукоцкого. Ну, конечно, это не такая значительная аудитория, у Шреддера, но все равно придут. Как Игорь сказал, у него по 7 тысяч подписчиков каждый день приходит, это очень круто. Даже у дневника Хача сколько не приходит. По метам ютуба он просто растет как царь. Это просто топит как царь, короче, брат. Как и говорил. Как и говорил. Ну и в заключение, ребят, мы хотим сказать, что мы надеемся, что вот эта последняя заруба пройдет по всем правилам, что они все сделают так, как хотят там Шреддер из Пасу Кукоцкий. На этот раз Игорь вдвойне докажет, что он настоящий мужик и говорит правду. И ни у кого не возникнет сомнений из-за аудитории, да, потому что многие сомневаются, что там жимовая майка, может еще что-то придумают, что там количество подходов не соответствовало, кто-то может записал неправильно повторение и так далее. Конечно, конечно. В этот раз уже все завершится, будет участвовать стилеров еще, посмотрим, как он пожмет, также тоже интересно, да. Но он тоже здоровый, 90 килограмм весит, он больше Игоря весит, поэтому я думаю, для него это несложно. У нас, кстати, Игорь, он баранов, пожалуй, 150. 100 килограмм на 150 раз, да. 100 на 150 за 50 минут, то есть как и они, только на 50 раз больше. Так что это вполне возможно. Еще очень важно, что дальше уже, какие бы видео не выпускали там Шреддер из Пасу Кукоцкий, если вторая заруба выйдет действительно классной, им уже будут все понимать, что их слова просто... Да, конечно. Они просто будут себя закапывать, закапывать. Да, это уже будет просто пустословно. Да. Друзья, если вам понравилось шоу «Вечерний морец», то поставьте обязательно лайк, мы посмотрим, сколько лайков будет, и тогда будем выпускать почаще эту рубрику. Напишите в комментариях, про какую тему вы хотите, что мы снимали. Какую тему хотите в следующий раз услышать. И пожелайте нам удачи, и подпишитесь на канал, ой, на канал, на инстаграм Санька, он будет прям вот тут где-то. Вот где-то здесь летать. Да, подписывайтесь обязательно, и на мой тоже. И на канал. Все. Всем спасибо, всем пока. Увидимся в следующем.